17 учебных кабинетов, спортивный зал, столовая и медицинский кабинет. Школа в Настен-Ярве может вместить в себя 400 учеников. В прошлом году здесь сделали косметический ремонт. В бюджете Суоярского района на этот год выделили 2,5 миллиона рублей на разработку проекта капитального ремонта. Всего из республиканского бюджета предусмотрели средства на подготовку проектов капремонта 25 карельских школ. В ближайшие пять лет должны отремонтировать 70 образовательных учреждений. Как у вас вообще? Холла сильно идет? Были жалобы? Были жалобы, да. В прошлом году полностью утеплили пол, утеплитель проложили, поэтому стало теплее. Это вы уже прошли зиму? Да. То есть кабинеты были отремонтированы, была замена окоп. Юные сойерские футболисты будут тренироваться на современном поле с искусственным покрытием. Его приобрели для местной спортшколы при федеральной поддержке по программе «Спорт. Нормы жизни». Сам газон уже уложен. Сейчас настила отбеговые дорожки и оборудуют сектора. Работы должны завершиться в сентябре, после чего здесь можно будет проводить соревнования республиканского уровня. В планах у нас освещение, правда, Роман Витальевич? Ну, чтобы видео ставить, нужно освещение. Нет, это здесь есть, но оно... Слабое, слабое. Для того, чтобы играть в вечернее время, должно быть специальное освещение. Оно у нас уже все рассчитано по люмам. С начала этого года Сойерский хлебозавод произвел 222 тонны продукции. Это почти 90% от производства прошлого года за этот же период. Понижение выработки связано с тем, что сейчас на предприятии идут ремонтные работы. Закупается и устанавливается новое хлебопекарное оборудование. В планах выпуск новой продукции – замороженного хлеба, который может храниться в холодильниках до полугода. С одной стороны, все это будет благоустраиваться, а вот как это можно все сделать в рамках этих помещений, ну, это уже вы будете вместе решать. При том, что еще и работающие предприятия, вот это еще сложно сделать. Да, мы обещали, что будут поэтапно все делать. На улице Кайманово в Сойерве завершается обустройство спортивной игровой площадки. Проект стал победителем программы «Народный бюджет» и получил финансовую поддержку. Коробка для баскетбола, волейбола и мини-футбола уже готова. Осталось установить оборудование. Рядом для детей помладше смонтировали игровой городок. В соседнем же дворе другая детская площадка. Ее поставили по инициативе местного ТОСа – «Возрождение». Оно одно из лучших в республике. За последние три года во дворе заасфальтировали дорогу, привили в порядок подъезды, установили детскую площадку, а в этом году благоустроили парковку. Также в этом году в рамках программы «Народный бюджет» в районе реализуется 26 других проектов. Даниил Филин, Сергей Беляев, Служба новостей. «Народный бюджет»